Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире. Наш студийный телефон, его номер 495-508-86-84. Вы можете набрать его и в прямом эфире пообщаться с благочинным. Этот шанс выпадает не так часто, один раз в месяц. Не упустите его. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю или, может быть, предложения, замечания по работе благочиня, вы можете сегодня прямо в прямом эфире их озвучить. Телефон 495-508-86-84. Ну а разговор у нас сегодня с нашим гостем, с батюшкой пойдет о тех православных праздниках, которыми богат месяц июль. Ну и вообще наша программа выходит в очень знаковый, знаменательный день. Это день Рождества Чеснага и славного пророка и крестителя предтечи Господня Иоанна. И я бы хотел первый вопрос свой, батюшка, задать именно по поводу этого праздника. Почему этот светлый день так почитаем у христиан? Да, всех хочу поздравить с праздником Рождества Иоанна предтечи. И помимо этого сегодня совершилось знаменательное событие. В Москве, около Новодевичьего монастыря, святейший патриарх Кирилл осветил восстановленный храм Иоанна предтечи. В 1812 году он был снесен французами и по указанию главы нашего государства он был восстановлен. И сегодня были большие торжества в Новодевичьем монастыре. И я вот как раз вернулся на эфир из Москвы. Прямо оттуда служба была большая, потом общение было. Итак, сегодня праздник Рождества Иоанна предтечи. Это один из великих праздников. В церкви празднуется Рождество Иоанна предтечи, усекновение главы Иоанна предтечи, несколько праздников. Почему? Потому что личность Иоанна предтечи или крестителя очень важна и очень знаменательна церкви. Как говорится в Евангелии, Иоанн предтечи самый великий, рожденный между женами. Ни до него, выше его не было, ни после него. Батюшка, у меня небольшой, я вас прерву, у нас есть телефонный звонок. Давайте мы не будем держать нашего телевизора на линии. Ответим и продолжим. Давайте. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, представляйтесь, вы в эфире. Здравствуйте, Пётр, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья, и у нас вот такой вот вопрос. Знаете, нам недавно приснился... Нам приснился недавно очень плохой сон, где все умершие родственники и, соответственно, живые, и во сне живой человек говорит там, накройте мне стол через три дня. И вот мы всё время об этом думаем, вопрос у меня такой, как церковь относится к нам, и как это трактовать? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос, Батюшка. Не совсем услышал. Да, насколько я понял, не очень хороший был сон, в котором и здравствующие родственники, и умершие присутствовали, как-то взаимодействовали, да, и вот прозвучала дата, что может случиться через три дня, и вот наша телезрительница волнуется, стоит ли обращать внимание на это или не стоит. Что об этом думает церковь? Я вам отвечу одну такую вещь. Принципиально надо понимать, что если человек с Богом, то ему никто и ничто не страшно. Если человек верит в приметы, в предсказания, вот в эти сновидения, потому что сновидения могут быть от Бога, а могут быть от лукавого. Если сновидения от Бога, то это откровение. Если от лукавого, и человек боится этого, значит, он попадает под власть лукавого. Что лучше сделать в таком случае? Надо пойти в храм, помолиться и о живых, и о усопших. Потому что, в конце концов, мы в церкви нет мертвых. Все живые. И если мы вместе сидим за столом со своими усопшими родственниками, так это что? Это же неплохо. Мы общаемся, продолжаем общаться. И сон об этом говорит. Если, говорит, что вот будет вам плохо, ну, знаете, я вам советую сходить к священнику, посоветуйтесь, более подробно ему расскажите, но по-любому надо регулярно исповедоваться и причащаться. Тогда вы будете со Христом, и тогда никакие страхи вас уже не могут над вами владеть. Вот так бы, коротко бы ответил. Ну, Жур, я думаю, вопрос исчерпан в вашем ответе. Ну, и так продолжим все-таки у пророки, предтечи и крестителя Господня. Да. Самый великий человек, рожденный, как говорится, в священном писании между женами. Не до него, не после него уже такого нет. Он подготовил приход Мессии. Он проповедовал покаяние народа. Сегодня празднуется его Рождество. Как повествует священное писание, был Захария, священник, и его жена Елизавета дожили до преклонного возраста. У них не было детей. И было откровение от Архангела, что Гавриила, что родит сына, и он станет великий. Захария удивился. Как я рожу, то ведь уже в преклонном возрасте. И у него было запечатано, поскольку он не поверил, Архангелу было запечатано, он стал немой. До рождения сына. Родился сын. Кстати, в священное писание указывают, что близких отношений... Богородица приходила перед рождением спасителя к Елизавете, они общались. И когда родился сын, спросили, как назвать, и Захария написал на листке, что имя ему Иоанн. И тотчас он стал снова говорить. Это говорит на священное писание. Иоанн Предтеча был очень выдающейся личностью в Древнем Израиле. К нему стекались толпы людей. И он проповедовал покаяние и крестил их в Иордане крещением покаяния. И Иисус Христос также крестился. Что такое покаяние? Ну вот в нашем понимании... Как мы очень понимаем это слово покаяние, это просто вот осознать свой... Свою неправоту. Неправоту покаяться в этом. Но в греческом тексте используется слово метаноия, которое имеет более широкое значение. Это и покаяться, и одновременно исправиться. Очиститься. Исправить свое поведение. Жить по-другому. Покайтесь, осознайте и вступайте в жизнь новую. И вот постоянно церковь это проповедует, что если вы приходите каяться, вот исповедь, это значит, что каждый раз вы должны сделать какой-то шаг в исправлении своей жизни. Иначе это уже неполноценное покаяние. То есть этот праздник напоминает нам еще раз о необходимости строже к себе относиться. Да, исправление своей жизни, осознание своей, то, что плохо, исправлять с тем, чтобы было лучше в жизни нашей. Еще один знаменательный день, июльский, это день памяти святых Петра и Февронии Муромских, приходящийся на 8 июля. У нас достаточно давняя уже традиция российская праздновать в этот день и день семьи, любви и верности. И вообще сегодня пример вот этих отношений Петра и Февронии, он все чаще и чаще приводится в пример, вспоминается. И вот кажется, что, наверное, в современном обществе есть, наверное, определенный запрос на такие чистые, не завязанные на материальные взаимоотношения, отношения мужчины и женщины. Да, вы правы. Это очень важная и актуальная проблема для нашего народа. Пример Петра и Февронии это пример того, как должны строиться семейные отношения. В Священном Писании говорится, что муж и жена двое вплоть едины. Это одно единое целое. Только так можно охарактеризовать семью. Сейчас, к большому сожалению, для многих людей понятие семья как бы стерлись с границей. Семья подразумевает гражданский брак. Да, вот это появилось такое понятие. Это нонсенс. Вот те люди, которые говорят, я живу в гражданском браке, говорят глупость. Жить в гражданском браке, это означает жить в браке зарегистрирован гражданскими властьями. Есть церковный брак, а есть гражданский брак. То, что подразумевается сейчас под этим термином, это просто называется сожительство, прелюбодейство, как угодно. Но это не семья. Если люди не оформляют свои отношения и придумывают какие-то поводы для этого, уверяю, что вот мы должны сначала попробовать, как мы сойдемся, подходим и не подходим, и только потом решим. Вот хорошо, представься, помните, вот кажется, мы уже говорили на эту тему, попробовали не сошлись, попробовали, еще не сошлись. И вопрос задавали, а что здесь плохого, да? И ответ был, ну, конечно, кто-то любит новые машины, но навряд ли кто-то захочет брать машину, которая уже попользовался полгорода. Ну, так, грубовато, но тем не менее, наверное, соответственно. соответствует. Можно сравнить такое, да, привести. Дело в том, что здесь мы касаемся очень важного и очень большого вопроса вообще взаимоотношений мужчины и женщины. Ответить вот так коротко на это не представляется сейчас возможно. Может быть, даже посвятить вот специальную передачу отдельно тематике. когда люди сходятся и расходятся, они забывают еще об одной очень важной проблеме о детях. Неполноценная семья это бич нашего общества. Я хочу сказать, что и в гражданском браке дети рождаются реже. Люди реже решаются на такой шаг, потому что это отношение все равно недооформленное и как оно будет, сойдемся или не сойдемся, о каких детях можно говорить. В принципе, это и на это влияет еще. Я вам скажу, для того, чтобы сойдемся или не сойдемся, в церкви всегда был институт обручения жених и невеста. Полгода был период, когда минимум жених и невеста объявлялись женихом и невестой, обручались кольцами и вот они смотрели, но они не были мужем и женой, они еще не жили вместе и смотрели, как они подходят друг к другу. Если люди начинают просто жить, я могу предположить, что все-таки они не уверены в своих чувствах, а вот это сожительство используют для удовлетворения своих физиологических потребностей. И это, в конце концов, получается, ставится во главу всего угла. Но, тем не менее, вот, мне кажется, что идет, все равно растет авторитет и, скажем, этого праздника, да, и все чаще и чаще именно этот пример приводят молодым, как пример правильных отношений, таких, какими они должны быть. Все-таки, может быть, общество с этой точки зрения выздоравливает, движется в нужном направлении? Я думаю, да, начали осознание того, что брак это что-то другое, это не просто сожительство. Всегда, ведь это на Руси, брак это считалось святое. Я вот сейчас только хочу очень коротко коснуться вот проблема беспризорности, которая была в 20-х годах. Это же ведь не только последствия гражданской войны, но это последствия той новой морали, которая была привнесена. Возьмите Калантай, она проповедовала полностью свобода любви. То, что на Западе вот была так называемая сексуальная революция, конец 50-х, 60-х годов, у нас это было пройдено в 17-е, 19-е, 20-е годы. Ну и тем не менее общество это отвергло, в конце концов. Да, да. Ну, бывает так, что вот пока не обожжешься, не понимаешь ценность того, чего потерял. Ну и еще один праздник июльский, это 10-е июля, мы отмечаем обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, жизнь этого святого угодника Божия настолько же интересна, насколько и поучительна. И в связи с этим вопрос, вот такой вопрос, который очень часто звучит и в личных беседах, и в интернет-пространстве, есть ли в современной России старцы, да, ведь в Одинцовском районе в частности, да, потому что очень многие хотели бы, например, пообщаться со старцем, пообщаться со святым человеком, получить какие-то наставления, что-то узнать для себя, может быть, новое, да, и всегда к людям, которые обладают вот этой силой духовной, всегда к ним большой интерес проявляет общество, всегда к ним некое паломничество и так далее. Вот в современной России, есть ли старцы в том понимании, в каком мы говорим об Амвросии, оптинском. Так, вот теперь надо сначала вернуться к самому понятию, что такое старец, что такое старчество. В церкви, вот если мы говорим о церкви, церковь знает трехступенчатую иерархию. Дьякон, священник, епископ. Во главе всего стоит епископ. Он преемник апостолов. Он может рукуполагать священников. И вот есть структура церковная приходская. Есть приходы, во главе которых стоят священники. Но каждый священник только представляет епископа, поскольку в церкви полнота власти у епископа вероучительная, совершение таинств. Он представляет епископа в рамках тех полномочий, которые ему дает епископ. Это первое. Понятие старчества появилось в монастырях. что такое старец? Вот в монастыре люди живут. Кто-то прожил пять, десять, пятьдесят лет. Потом приходят молодые. Для молодого как-то сложно сразу вот войти в монашескую жизнь. Это строгие правила, особые законы духовной жизни. И вот ему для наставления давался старец, скажем так, духовно опытный человек, который помогал становлению его духовной жизни. я сейчас специально использую очень четкие формулировки. Помогал. Что это означает? Он говорил, духовно опытный человек, вот ты можешь поступить так. Вот если так поступишь, у тебя будут такие-то последствия. Поступишь иначе будет так, так и так. Поступишь еще как-то будет так, так и так. И вот я тебе раскрыл как будет, но ты сам решай, как тебе поступить. Я могу тебе только посоветовать, но я не могу тебе сказать делай так и делай так. Поскольку в таком случае я связываю твою волю. А Христос, Бог призвал нас к свободе. Мы должны свое свободное волеизлияние направить на тот, который положительный или на добрый путь. если мы нас заставляют, то это уже не свободное приятие добра. Вот. Поэтому когда сейчас вот говорят о старцах, конечно, ушли от настоящего первоначального понимания старчества. во-первых, этот молодой послушник жил в монастыре. Старец его хорошо знал. Хорошо знал. Не просто какая-то случайная встреча. И вот, когда мы говорим об старцах оптинских, это вот возрождение той древней традиции. Когда люди приезжали в Оптину, для того, чтобы посоветоваться поговорить с духовно опытным человеком. Я еще раз подчеркиваю, посоветоваться. А не получить какой-то приказ, Ниги, установку. Совершенно верно. Что же у нас сейчас бывает? У нас бывает искажение в понимании. вместо того, чтобы жить грехотской жизнью нормально, исповедоваться у священника своего грехотского, бывает некоторые люди озабочены поиском старца, который бы взял бы и вот взял на себя ответственность за их жизнь, решил бы проблемы в двух словах. но надо ясно понимать, что священник не должен приказывать. Это вот если встречается такой священник, который говорит, что вот ты отныне мое духовное чадо должно или должна исповедоваться только у меня. Это уже сектанство какое-то. Это сектанство. В церкви даже сейчас появился такой термин младостарчества. То есть те, которые прельстились, думая, что они духовно опытные люди. Духовно опытный человек никогда не свяжет человека. Он только поможет ему раскрыть себя, посоветовать. И то тогда, когда он его хорошо знает. а то бывает такое, что первый раз встретил человека и начинает ему говорить делай так, делай или не делай так. Конечно, есть общие какие-то принципы, когда можно сказать. Но вот когда говорит, вот выходить замуж за того или за другого, ну, это уже смешно. Да, это уже смешно. Но вообще интернет, скажем, полон историями, о том, что люди, пообщавшись с такими людьми, духовно опытными, которых называют старцами, получали ответы на все вопросы, некое снисходило какое-то прозрение там и так далее. Это вообще реальные истории? Бывает такое? Или это все возможно? можно. Но бегать, искать чудес, это значит от Бога требовать чудо. А это есть грех. Надо жить духовной жизнью. Помните, как вот искушал спасителя на горной проповеди, что сотвори, накорми всех. Чудо, сделай чудо. Церковь говорит, мы к Богу идем не для чуда. Мы с Богом хотим быть, потому что мы любим Его. Мы хотим быть, это наш отец. Вот вы представьте себе аналогию в семье. Сын или дочь. И если он к отцу относится, будет положительно только не потому, что он просто любит его, поскольку это его отец. А вот велосипед купил. Вот теперь я. Потребительски относиться? Это уже извращение. Так все-таки, что касается Одинцовского района, есть ли у нас люди такие, есть ли у нас такие священники, которых можно было назвать старцем, которые, возможно, обладают даром прозорливости какой-то? Вы знаете, дело в том, что такое прозорливость, даже вот скажем. Вот вы спрашиваете, есть ли у того человека или у того прозорливость? Я вам не отвечу, потому что решение об этом принимает церковь. Есть духовно опытный человек, а что такое прозорливый? Это значит, через которого, как все понимают, в основном говорит Святой Дух. Так? человек, но Дух ли говорит или кто другой говорит, это определяет церковь. И в первую очередь, я ведь не случайно начал с чего? Со структуры церковной. В первую очередь, это решает епископ, которому при рукоположении даются особые дары Духа Святого. определять, что церковно, а что не церковно. Такого решения по нашему региону нет. И поэтому ответить на этот вопрос просто-напросто не могу. А вот что касается церковной опять же иерархии, вот иерархи становятся по деловым качествам или по духовному опыту. Скажем, священник становится епископом, значит, он зарекомендовал себя как хороший администратор на уровне, скажем, более низком, или он достиг определенного духовного уровня, или это и то, и другое вместе. Это и то, и другое, нельзя разделять. Ведь перед тем, как священник в монашестве священник становится епископом, он должен себя показать хорошим пастырем. А слово пастырь включает себя и духовной составляющей, и умение руководить приходом. Потому что если человек только как-то односторонне, приходская жизнь начнет разваливаться. Поэтому здесь нужно и то, и другое. Батюшка, давайте все-таки вернемся к Оптиной пустыне, оттолкнувшись от дня обретения мощей преподобного Амбросия Оптинского. Оптина пустыня это одно из наиболее известных святых мест в России, известных, почитаемых. Вообще, каково значение таких мест и насколько важно для православного человека стремиться посетить эти места, побывать в них? Я, например, из ваших слов сейчас понял, что бегать искать старца смысла нет. Лучше жить нормальной приходской жизнью, ходить в храм, общаться со своим духовником и так далее. Так вот, есть ли смысл ехать за три земель в святое место или, может быть, попытаться найти эту святость в приходе рядом с... Знаете, когда человек... Вот тут надо коснуться сути смысла паломничества. Вот люди ездят, предположим, паломничество в Лавру к преподобному Сергию. Когда вы входите в Лавру, вы сразу чувствуете особый дух, намоленность. И вы приобщаетесь даже к самой этой намоленности. Вне зависимости от того, есть там старцы или нету старцы. Если вы едете в паломничество приобщиться вот этого духа, это одно, если вы ездите в паломничество для того, чтобы найти себе, скажем так, человека, которому вы захотите, чтобы он отвечал за вас, то это, ну, во-первых, скажу сразу, как часто вы будете ездить в такие паломничества? Не каждое, не часто. И если вы кого-то выбрали, вы уже априори говорите, о, значит, да, вот он духоносный. Значит, вы на себя берете смелость решать, духоносный или идти духоносный тот или иной священник. Все священники после рукоположения получают благодать Святого Духа. Вот. Ну, конечно, одни более духовно опытные, другие менее духовно опытные. Поэтому, опять возвращаясь, если ехать в Оптину пустыню, приобщиться вот тому духу, который создали старцы оптинские, это одно. Это действительно почерпнуть их благодать. Если же заняться беготней поиска старца, это значит растерять все, что и так накопили. Ну, я думаю, что если ехать, например, в ту же Оптину пустынь с правильным настроем, пытаясь стяжать духа святого святого немножко, то возможность какой-то чудесной встречи, она, наверное, намного выше, чем если утилитарно так, знаете, как сейчас говорят, нет у тебя знакомого старца, нет у тебя автомеханика, что ты душу мне починил чуть-чуть, помог. Ну, и еще в двух словах все-таки время нашей передачи подходит к концу. 18 июля, раз уж вы упомянули троице Сергиеву Лавру, Сергия преподобного Игумена Радонежского 18 июля, это обретение мощей. Вопрос, возможно ли сегодня в России появление таких людей настолько мощных по духу, или только со временем можно понять, что человек, например, который наш современник, был сопоставим по духовным своим возможностям, например, с тем же Сергием Радонежским объединительным землями? Итак, и так отвечу вам. Дело в том, что дух дышит где хочет. И мы не можем духу святому поставить какие-то рамки. Вот ты дыши, предположим, до 15 века, вот там пусть появляются преподобные Сергии, а в 20-м или 21-м веке, нет, уже все, глупость, ересь. С другой стороны, преподобный Сергий при жизни пользовался большим авторитетом, но всегда в церкви существует временное какое-то расстояние от когда человек скончался, должна пройти рецепция, как говорят, церковная, осознание того, что человек этот святой. И происходит канонизация. если сейчас есть или появятся такие люди, это возможно, это даже необходимо, чтобы они появлялись, потому что на таких святых утверждается церковь святая, возьмите, 20 век, сон мучеников. Мы их не знаем, сколько людей, сотни тысяч отдали свою жизнь за Христа. И сравнивать, знаете, как с весами, вот больше он меньше, обладал духовной святостью, как-то не совсем справедливо. Да, некрасиво это. Вот. Так что будет. Я думаю, всегда, пока церковь жива, светочи в церкви будут всегда. Ну что ж, спасибо за интереснейшую беседу, батюшка. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы, об этом стоит узнать, был Архимандрит Нестор, благочинный церквей Одинцовского округа, Московской епархии. На этом мы с вами прощаемся, мы обязательно через месяц встретимся с батюшкой вновь в этой студии в прямом эфире. На этом наша программа заканчивается. Всего доброго, до новых встреч на канале ОТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok